21 век стал временем, когда человек в наибольшей степени может соединиться со своими личностными ресурсами, открыть свои тайны, и в наибольшей степени лишен этой возможности. От него отчуждены технологии личностного роста. Он никак не может соединиться с ними. Он ощущает, что они где-то рядом, но они все дальше от него. Чем их больше, чем они дальше от него. Он превращается в одномерное существо, вот этот escape of freedom, бегство от свободы. Да, одномерный человек, который не может использовать технологии роста, но он-то понимает, он тоскует по ним. Он чувствует, что их где-то рядом дофига и больше. И вот тут оказывается, что только небольшой круг элиты может реально пользоваться вот этими высокими достижениями и возможностями, связанными с личностным ростом. А остальные не имеют к этому ключей. Они лишены ключей. Пожалуйста, бегай, ори, выбирай все в пределах дешевого меню. Ну, ходи, кушай, гуляй, грей свои телеса на любом курорте, так сказать. Ходи в этот майклаб или в этот клаб. Но только не лезь в себя. Не лезь в себя. Потому что это опасно. Потому что мы не хотим, чтобы ты соединялся с этими ресурсами. Потому что эти ресурсы в 21 век предоставляют. Потому что впервые есть время, когда ты действительно можешь восходить в полном объеме. А если начнешь восходить, изменится все. Слишком сильно изменится мир, слишком сильно изменится власть. Поэтому делать ты этого не должен. Есть два пути. Первый. Создать скота, который просто этого не будет хотеть. Главное, что мы забыли о смерти. Забыли о губернациальной проблеме. Ибо всем прочем. Жрал, писал, какал, трахался, кайфовал и менялся. В зависимости от того, как колебался. Вы, говорит, правый и левый, у вас был уклон. Когда вы, там, в 20-й год, он говорит, запишите. Колебался вместе с линией партии. Так вот, чтобы колебался немедленно, по конъюнктуре, по всему чему угодно. Чтобы ничего этого не было. И тогда ты не захочешь ресурсов личностного роста. А вот если ты их захочешь, то ты должен получить суррогат, фуфло, подделку, средства деструкции. На рынок должно быть выброшено столько этих псевдо-средств, чтобы ты в них запутался. А в мозгах твоих не должно быть критериев, по которым ты отберешь подлинное от неподлинного, нужное от ненужного. Ты должен быть лишен инструментов выбора. У тебя не должно быть сталкеров, учредителей. А учителя все должны быть скомпрометированы. А какая разница между шарватаном и обычным подлинным мучителем, должно быть полностью стерто. Кроме того, все подлинное трудно. Медленно, трудно, требует тебя целиком. Мучительно. А тебе предлагают нечто простое, на халяву. Ну, там, дыхни пять раз, так сказать, чихни два раза, там, сядь в эту позу, так сказать. Ну, там, обнимись, барышня, приятное дело. И получишь там бессмертное тонкое тело. Не получил, завтра получишь. Ну, еще постарайся. Так затягивают козлов, лохов на это поле, используя их естественную и правильную человеческую потребность. Они чувствуют неполноту жизни. Они хотят приобщиться к самим себе. Они хотят вернуть эту самую подлинность. Хотят вернуть свой подлинный человеческий объем. Человек умирает, используя 2-3% самого себя. Ну, неправильно люди понимают это. Они чувствуют, что эти средства где-то рядом. И тогда надо им показать ложные средства. Они схватятся за них. Те, кто хотят, схватятся за ложные средства. Остальных надо лишить хотения. Изупирий когда-то говорил, что свобода – это разбудить жажду и указать путь к холодцу. Вот путь должен быть ложный, а жажда не должна быть. И вот это и есть то, в чем ведется игра в 21 веке. Игра против человека. А игра за человека, понятно, в чем заключается. Найти людей, способных отличать. Дерьмо от конфетки. Подлинность от подделки. Настоящие ресурсы личностного роста от суррогатов. Мы знаем, что чудеса существуют. Просто есть чудеса подлинные, связанные с необъятностью человеческих возможностей. А есть чудеса в виде фокусов, показываемых идиотам, чтобы они не прикасались к подлинному. Но они же есть. Представьте себе, что мы бы действительно сосредоточились на том, чтобы человек, человеческий капитал в каждом отдельном человеке стал другим. Продолжение следует...